Итак, дорогие друзья, мы продолжаем изучение языкового программирования и переключимся на Котлин. На сайте вы увидите в путеводителе, где есть рекомендация переключиться на функции Котлин. И текст с урока 57 функций переключиться. Это видео для участников школы, для тех, кто только заглянул в это видео, в описании будет ссылочка на видео «Стать профи». «Стать профи» пайтом, в «Жипетре» изучаем дальше язык, что после функций. Я сейчас помечу. Итак, ребят, что мы будем использовать дальше? Вначале давайте обратимся к разделу с нуля и посмотрим, где мы завершили. Мы с вами 53 урока прошли тотально функции пайтом, начало их. То есть мы проходили параметры, которые включали позиционные параметры по умолчанию и так далее. Но участники школы понимают, о чем я говорю. Кто не понимает, сайт spb-tut.ru. Используем путеводитель и начинаем заниматься. Ребят, мы с вами определялись во многих видео, что функция имеет ключевое значение в тех языках, которые мы изучаем Python, Kotlin, GC. А, значит, секунду, 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 ну, такое, чтобы мне посмотреть. Поэтому имеет смысл именно тотально выучить функции. И у вас была задача в том числе и для новичков. Мы говорили вот в этом видео, у вас должны были отработать функции таким образом, чтобы считывание параметров шло на автомате, вызов функции без размышления и исключения при вызове функции тоже вы должны уже были знать. Вот смотрите, я взял Юпитер и выписал, да. В принципе, вроде как все надо. Но возьмем мы, начнем знакомство с Kotlin, позиционные аргументы по умолчанию и именованные. И давайте-ка смотреть, а есть ли нам у нас что-то здесь незнакомое. Давайте попробуем. Итак, да, возможно, мы не знаем. Однострочный комментарий, два слэша, многострочный комментарий, слэш и звездочка, и закрывающий звездочка слэш. У нас здесь появляется единственное понятие, это точка входа, которая в принципе обозначается mine. А теперь давайте вообще напишем нашу первую функцию, да. А потом посмотрим то, что мы делали в Python. Итак, закомментируем пока. И напишем. Итак, функция. Ключевое слово FUN. Так. Сейчас, секунду, секунду, секунду. Вот, привел в порядок. Ключевое слово FUN. Берем Python, то, что мы ранее изучали. Здесь ключевое слово DEV. Сложно? Не сложно, да. То есть, то же самое. Принцип. Дальше. Дальше идет название. Название функции. Пусть это будет... Пусть это будет... Lesson FUN. Здесь тоже. Lesson FUN. В Python. Дальше у нас идет скобки. То есть, в скобках записывается что? Верно. Параметры. Здесь тоже самое. Параметры. Для определения тела функции используются фигурные скобки. Kotlin в Python двоеточии. Это разница. Но принцип тот же. Тело функции. Тело функции. Возврат. Функция либо возвращает, либо не возвращает. Но, тем не менее... Лазурат. Получается... Получается... Сложностей-то нету никаких. Давайте-ка мы сейчас откроем и прочитаем. Нам, в принципе, документации не надо. Мы сейчас сами выясним. Но нам надо прочитать всего лишь одно. Параметры функции записываются в Kotlin аналогичной системе обозначения в языке Pascal. Имя, тип. Параметры разделены запятые. Каждый параметр должен быть явно указан. Это пусть у нас будет комментарий. Это сделаем для себя еще один комментарий. И возьмем нашу функцию. Попробуем записать. По сути дела... По сути дела... Вот и вся разница то. Первый будет у нас параметр name. Пусть называется. Дальше двоеточие записывается. Тип string. Мы с вами... Когда вы будете опираться вот на это видео, здесь с вами договорились, что типы данных изучим попозже. Потому что они... То есть мы будем понимать, зачем они нам нужны. Здесь тоже. Так как мы с вами часто в Python касались строки и других типов данных, то есть они интуитивно понимались. И нам единственная сформировалась потребность позже немножко изучить. Но мы с вами в этом видео, почитайте, договорились, когда и почему именно так. Дальше. Второй тип string, то есть строка. Разделим запятой. Как в описании, да? То есть то же самое, что в Python. И второй тип у нас будет... Пусть будет число. Такую я придумал. И это у нас будет тип число int. Такой же тип назывался бы и в Python. Давайте в Python... Это тоже... Сделаем пока комментарии. Дальше скопируем. И запишем два параметра. Пусть это будет name. И это будет... Чего у нас там я придумал? Нам, да? Пусть будет нам. Мы сейчас сложности не будем. Возвращать ничего практически не будем. Это все чуть попозже, так как это просто показательное занятие. Но нам... Вы поймете сходство... Позиционных параметров. Значит, нам надо передавать позиционные аргументы. Print nl. В Sprint мы с вами встречались в Python. Вводим... Будем здесь вводить print ln. И я уже... Скопирую вот это. Чтоб не занимать время. Переключимся на name. Мы с вами как раз в последних уроках... строковые шаблоны. F-строки. То есть, все это изучали. Поэтому по аналогии вы 100% догадались, что знак доллара будет вставлять переменную. Одна перемена у нас name, вторая нам. Переключимся на name, заменится на одно слово. И число будет там у нас второй язык из трех, который мы изучаем. Скопируем с этого языка. Перейдем в Python и тоже выведем. Немножко изменим всего лишь синтексис того, что мы изучали ранее в уроках. Возможно, я где-то буду допускать ошибки. Буду делать это специально. КОНЕЦ Lesson Fun. Мы проходили уроки. Наверное, тут что-то я напутал, правда? Напутал, да. Я хочу, чтобы вы немножко сразу подмечали, да, что напутано. И немножко не так, да, F не там стоит. Ну, давайте теперь вот что сделаем. Не будем измываться. Мы сейчас вообще сюда ничего не впишем. Что мы получим? Это у нас то, правильно, позиционные параметры. Значит, то есть требует передачу обязательных позиционных аргументов. Мы это с вами изучали, но мы их не будем передавать. И получен Lesson Fun, Missing 2, позиционный аргумент Name и None. Ну, ладно. А вдруг в Kotlin нет позиционных аргументов? Вроде бы, как документацию пролистали быстро. Здесь нет такого разбора, как на сайте Python. Но мы же с вами хотим разобрать Kotlin, как будто мы вообще не знаем ни одного языка. И где-то проматывая... Где-то проматывая... Начинаем видеть аргументы знакомые. Параметры значения по умолчанию. Дальше. Есть ли параметр... Дальше, дальше. Смотрим, просматриваем. При вызове фунтовой, как с позиционным, так с именованным аргументом. То есть, да, здесь объяснения нет, что это такое. По сути дела, документация короткая. Если взять, допустим, сайт Python, да, то мы с вами целых восемь часов нашли, что делать. В уроках, да, вспоминаем. Целых восемь часов нашли, что делать, где четко разъяснялось, что есть позиционный, что именованный, что по умолчанию. В Kotlin документации мы такого не видим. Поэтому моя рекомендация изучаем Python от и до, да, чтобы отскакивало. А потом всего лишь изучаем разницу. Если мы открываем, и, допустим, мы с полного нуля, и открываем, видим только этот текст короткий. В принципе, у нас нет четкого понимания позиционных, именованных и так далее параметров. То есть, для нас это как радио слушать. Но мы же с вами уже умные. Мы с вами уже это все четко прошли. А теперь выясняем на практике, а есть ли действительно вот именно позиционные параметры. Хорошо. Что для нас меняется? Это Kotlin язык со статической типизацией. Иными словами, иными словами, если интерпретатор работает следующим образом, вот у нас здесь допущена ошибка при вызове, да. Но мы попробуем вот здесь уже убрать закрывающий текст, и получим другое исключение, да. То есть, ну, не хватает, пишет чего-то там, да, синтактическая ошибка. И показано, что скобки нам вообще не хватает. Вот оно определило, хоть это здесь, да, но оно нам прямо показывает. Вот скобки не хватает. И он дальше не идет. Он не идет, что у нас там вызов функции. Мы этот вызов могли бы вот сюда поставить. Прямо, где функция, да. И вызвать. И все равно получили вот эту ошибку. Иными словами, интерпретатор отрабатывает код по ходу. Вот он досюда дошел, выявил ошибку. Дальше он не идет. Все, пока мы ее не исправим. Как только мы ее исправляем, он дошел до второй ошибки. И здесь пишет, у нас нет параметров. А язык с статической типизацией, он компилируется. И когда язык компилируется, ну, вот представьте, вы дом, да. Дом, что хотите. Ну, ведь надо же как-то туда войти, значит, есть дверь. Так вот, программу скомпилировали, и такая же дверь должна быть с чего-то поступиться. Поэтому в языках с статической типизацией всегда есть точка входа. Она может по-разному называться. По сути дела, это mine. Как правило, располагается вверху. Мы можем использовать и этот код, то есть у меня он уже написан. Ну, да бог с ним, мы сейчас это все превратим в комментарий. И возьмем вот эту вот вещь. В конце концов, для ребят школы важно понять, что, а мы-то изучали позиционные аргументы. Неужели нам теперь котлин по-новому рыть? Да черт, а с два, ребят. Все проще. Все очень просто. Ключевое слово fun тоже mine. И здесь уже инструкции, чего там вывести. Или чего сделать вообще. Итак, у нас получается функция lesson fun, да? Так, в Jupyter по tab у нас получается. Ранее мы с вами, когда работали еще в начале, настроили Jupyter. Поэтому, то, кто это не знает, что делать, все этот материал есть в школе. Поэтому я просто считаю, что человек это уже прошел. По tab, да? Потому что это lesson fun. И круглые скобки. Вот это я вам говорю, 100% позиционные параметры. То есть, позиционные параметры, значит, требуют 100% объявления. Ну, давайте пробовать. Counter, Enter. И получаем. No, value passed for parameter. Name. Давайте посмотрим. Ну да, другая формулировка. Lesson missing 2 позиционный аргумент. Name and num. Name num. Да, разные формулировки. Но эти две формулировки говорят об одном. Не указано ничего для name и num. Теперь мы с вами закомментируем. И что возьмем? Попробуем указать. Первая у нас строка. Стринг. Строка. Боже мой. Смотрите. Сходство. Это ж надо. Указываем lesson fun вот здесь. Здесь мы... Это можно, но чтобы не путало нам, мы ее закомментируем. Здесь оставляем это. А здесь уже будем вводить. Строка. Боже. А это ж надо. Содрали друг у друга. Ну, правильно. А как вы еще обозначите? Правильно. Программисты делают так, чтобы было понятно любому программисту, что это строка. Единственное отличие в Python, что в Python можно и одинарные кавычки. В Kotlin этот вариант не сработает. Но мы же ничего не верим. Поэтому правильно, что не верим. Нам надо все это дело перепроверить. Одинарные кавычки поставим. И все-таки мы подумаем. Может, сейчас мы вызовем. Да, вот попробуем. Давайте-ка пробовать. О! Все-таки уже облегчение. Было два, теперь один. Мы на пути к победе. Ну, давайте смотреть, чего нам Kotlin тут выбросит. Lesson Fun и кавычки. Ой-ой-ой. Во, елки. Было два, две строки. Стало вообще три строки. Оказывается, вот нам компилятор. Он копилирует всю программу. И поэтому вот когда человек, новичок, начинает с Java, там понаписывал кода, оно как выдало ошибок 60, он сидит, чешет затылок, а потом говорит, не, программирование это не для меня. Да для вас, для вас, ребята. Просто я показываю, как писать сразу. Мы не потом пишем, мы уже пишем. Вот мы работаем с функциями, пишем уже. Дальше будем писать программы, дальше в классах методы. А что это? Участники школы знают. Это тоже функции, только с одним обязательным аргументом. Изучая функции, мы уже сразу начинаем писать код. Три строки нас не устраивает, но мы же овные, мы уже знаем, что мы допустили сознательную ошибку. То есть, здесь нужна строка, строка только двойные кавычки. Копируем. Не, мы немножко неправильно сделали, чтобы было... Ну ладно. Давайте поставим двойные кавычки. И... Ну слава богу, хоть одна теперь ошибка вывелась, а не две. А давайте-ка вот так. А так не получится, наверное, в Юпитере. Сейчас попробуем вот так сделать. Это ж не Python. А, все получается. Ну просто mine вызываем ниже, ниже компилируем. Все, в Юпитере это получается. Значит, только нам надо сейчас переставить. Так, это вот так мы отработаем. Там уже вообще черт ногу сломит. Это у нас вот так. Опять. Ну, в программе только один mine пишется. Это мы в Юпитере пишем. Здесь ставим двойные кавычки. Вот это убираем. Иначе оно выдает. И у нас, слава богу, получилось одно чего-то там. Вообще пишет неопределено. Ну, хорошо. Поставим два. Не знаю, получится ли дальше. Вот так у нас. Угу. Пишем. Здесь напишем котлин. Во, елки-палки. Во, елки-палки. Не хочет. А что такое? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, давайте переведем. Я уже вижу, что это такое. Во. Неразрешенная ссылка. Да, пишет. Место не синтастическая ошибка, а, ребят, ну, нельзя забывать. А мы что, забыли вот здесь скобочку, да, открыть? Как же он поймет, что это тело функции? так. Не, все правильно. Все у нас правильно. Да, это не питон, поэтому давайте-ка мы все это дело поубираем. эскейт дэдэ. Эскейт дэдэ. Эскейт дэдэ. И будем вот таким путем делать. эскейт дэдэ, чтоб убрать, да. Теперь смотрим, чего у нас там получается. Поехали дальше. ТАП. О, прямо и скобка нам открытая будет. Лесон фан. Здесь напишем Котлин. Здесь двоечку поставим. И давайте смотреть. Все-таки, ребят, очень тяжеловато Жупитер вот столько вот выносить. Поэтому иногда нам понадобится и идея, куда мы вставили тот же код, и который уже будет компилировать в каждом конкретном случае. То есть мы нажали и компилируется, да. Переключимся на Котлин. Это второй язык из трех, которые мы изучаем. То есть все отработало корректно. А вот тут мы можем уже поиграться в этой среде. И теперь переходим к Python. Lesson Fun так. Так. И здесь поставим Kotlin Kotlin и 2. Переключимся на Kotlin второй язык из трех, который мы изучаем. А теперь давайте вот что сделаем. А мы то не верим в Kotlin есть ли позиционные параметры или нет. А вот мы вот что сделаем. Мы сейчас вот это закомментируем и намеренно Lesson Fun сначала поставим число, а потом поставим строку. А потом поставим строку. Ну вот возьмем вот это слово Kotlin и получили красное. Да, уже Клик пресс Enter нам ничего не надо. Потому что тут тип у нас получается мы определяли интежер число, да, тут уже подчеркнуло. Но тем не менее мы будем упорными. Попробовали переменять и запустим компиляцию. Т литерал нифига то не получилось. Не получилось поменять. если уж стоит число, да, то надо поставь число. То есть только по позиции. Чтобы поменять, нам надо здесь поменять. Давайте посмотрим lessonFan1 здесь int здесь string. Пишет, что не так указали красным, видите. И теперь вобьем сюда lessonFan1 она нам прямо подсказывает. Первое будет int. А мы вот сейчас наоборот. Чертовс 2. Мы сейчас наоборот. Мы же умные. Мы сюда впишем слово kotlin. А сюда слово 2. И будем компилировать упор на программу, которая точно не будет работать. 22.15 смотрим. У нас 22 и 23, то есть компилировала и показывает ошибки. Тип string не указан. Везде вот им что-то не нравится. Все правильно. Тем не менее нам надо было убедиться, что есть позиционные аргументы, передача позиционные параметры, то есть идет передача функций позиционных аргументов конкретно по позиции 1 и 2. Если 1 string, а здесь int, значит надо все-таки указать слово. а здесь двоечку. В этом наоборот. Да, вторая less фунт. Сначала у нас идет двоечка. Ну, name int какая-то фигня получилась. ну да ладно. давайте перепишем. Здесь нам здесь name сейчас будет правильно. А здесь наоборот у нас идет нам два name kotlin и скомпилируем программу. Ну ага. конечно. Запятую не поставили. Вот оно показывает. Запятая. Все как для первоклашек. Ну все. Переключимся на kotlin. Второй язык из трех которые мы изучаем. Вторая переключимся на kotlin. на второй язык из которых мы изучаем. И Python. Итак, ребята. На самом деле изучение второго языка практически в любом уважающем себя языке более полноценном. Да. Есть и позиционные на самом параметры и по умолчанию и именованные. а это мы с вами знаем. Скажите много времени нам ушло и мы уже пишем. Так это мы сейчас понимаем самую суть. Какие знания оказались на поверхности над языками? Знание номер один. Что функция имеет ключевое слово название параметры тела. И там и там. Второе. Что параметры могут быть позиционными. Мы это уже изучали в школе. Что они могут быть именованными. Что они могут быть по умолчанию. Все это мы продолжим в уроках выяснять. Я просто показал. Если здесь нам получилось в Python мы все-таки истратили практически 8 часов потому что в Python оказались параметры самые сложные по сравнению с языками и Kotlin и GC. Там большая вариантность. То здесь все намного проще. Поэтому понятно что 8 часов на Kotlin мы тратить не будем изучая параметры. Так как мы это знаем. И у нас в голове теперь есть то что должно быть. Мы просто сравниваем языки. Для нас над языками становится больше теперь вопросы функционального программирования. То есть параметры какие бывают позиционные и мы проверили что действительно только по позиции. И дальше продолжим. При этом имеет ли значение сама запись. То есть надо ли на это тратить время. Ну не знаю чтобы запомнить конечно там вот это двоеточие ну думаю часов 15 надо согласен. Да нет смешно раз посмотрел и все. Поэтому по сути дела второй язык котлин мы изучаем на отличиях. Мы только разобрались принцип тот же по другому записывается но требования которые выполняются функции они идентичны пайтону. Скажите сложно это? Там да мы потратили 8 часов тут 15 ну и время урока пока я тут рассуждаю да думаю в Юпитере можно работать просто я немножко поиздевался тут над компилятором но честно говорю у вас всегда в помощь есть идея здесь оно будет уже строго слушаться нажали и компилируем и все и получаем результат тут уже в среде мы меняем все что хотим здесь надо как правило перезагружать сейчас пока сервер Юпитер не понял еще что делать ему поэтому сбросить я не смотрел как сбрасывать именно котли далее будем делать все по аналогии с Python в каком смысле сейчас мы пройдем функции что касается параметров и вызова котлинг потом то же самое пройдем DC то есть у нас есть кость на которую потом можно наращивать мясо у нас начинает отделяться еще раз повторюсь то что находится над языками по сути дела сам принцип работы с функциями да и схожесть все это при этом различия совершенно быстро вылазит на поверхность но они не принципиальны ну по другому записывается ну один два три раза записал но запомнил форматирование строк в Python аж четыре метода да но здесь все проще как вы догадались да знак доллара потом немножко подробнее то есть здесь все проще почему потому что в языках со статической типизацией всегда все проще потому что они требуют больше определенности потому что программа компилируется да уже в языках динамической типизации типа Python и GC там уже можно разлагольствовать там можно делать кучу вариантов почему потому что всегда язык будет дойдет до определенного варианта если он неправильный то он начнет выдавать исключения то здесь программа компилируется поэтому здесь требуется однозначность но этими связано что на самом деле языки статической типизации они имеют шаблон они проще на самом деле писать на Python намного сложнее да почему потому что ну там кто-то возразит ой Python читаемый ну правильно пока вы не посмотрите код джанга а вот как посмотрите код джанга допустим чистый где все на метаклассах то там уже грубо говоря как посмотрел и умер на месте потому что там сложнейшие вещи реализованы да вот это вот настоящий Python который изящен красив мощен да то в языках со статической типизацией Kotlin Java все C вот вообще лаконичный все шаблонно по-другому там не придумаешь там надо больше конкретика если это пакет значит какой пакет там целлофановый если это груша то груша цвет размер на каком дереве росла без всяких догадок все четко но не забывайте этого достаточно чтобы сделать очень крутые вещи которые нам нужно а нам Kotlin это язык не путаем с мобилами это язык общего назначения на нем можно написать мобильное приложение он затачивался в определенной мере но не полностью на нем можно написать сервер с нуля как допустим NGX у кого есть там настроение берет и пишет на Kotlin на нем можно писать веб-сайт на нем можно писать любой сервис то есть на нем можно писать все что угодно он будет прост вы посмотрели все просто и быстро как с Java и так в заключение чтобы не тратить время вот это видео есть в описании то есть там принципиально как мы будем изучать дальше Python абсолютно то же самое мы делаем и в Kotlin просто-напросто опять же повторюсь на идее которую я всегда говорю не важно что здесь написано в документации совершенно не важно или здесь важно какой что мы собираемся писать вот и все потому что тут то что указано на сайте Python тут тонны информации но это для нас информация а нам нужны знания знания наши заключается в том что мы четко понимаем что функции мы будем использовать везде и в классах и отдельно писать значит первое правило нам надо как отчинаж автоматическое считывание хоть во сне функций на любых языках а мы имеем ввиду три языка Python Kotlin GC нам этих трех языков хватит чтобы написать абсолютно любые самые сложные вещи в современном мире включая веб включая серверную часть включая мобильные приложения и включая самую там мы будем брать ноды самые сложные там интерактивные проекты то есть все у нас в руках все ребят для тех кто начался это видео повторяю сайт spb.ru немножко длинноватая немножко скучноватая но просто я хотел главное показать что изучаясь на самом деле один язык а все остальные языки действительно углубляют сразу все три языка и ведут к тому что вы можете писать абсолютно на любом языке просто у вас начинает в голове процесс отделения принципа программирования которые относятся ко всему программированию от того чего применено в конкретном языке и на это я вам показал на практике изучив длинно длинных более 50 уроков функции Python но подойдя к этому основательно и уже в этом вопросе став профессионалом даже новичок мы переходим на котлин уделяем котлину ну пусть несколько часов времени при этом все вещи такие как мы здесь смотрели по позиционным параметрам и передачу позиционных аргументов параметры для тех кто начал опять же все здесь есть все здесь есть для тех кто начал то что в скобках а то что передается функцию да это уже аргументы аргументы всегда передаются параметры записываются функции сложно я думаю нет если в комплексе с этими знаниями то оказывается совсем все просто если вы думаете что дальше будет в котлин ах там будет момент и будет сложнее ребят все зависит от того какой план мы составляем правильно ли мы изучаем язык а мы с вами будем изучать правильно мы не будем делать там как в книгах делают да там я рассказывал что изучаем там типы данных человек чешет затылок нахрена они мне нужны вообще когда я то писать буду вот давайте писать сразу уже с первых слов да посему на этом заканчиваю все ребят вот вот Продолжение следует...